Вот сейчас же арестовали неприкасаемых. Сулюкаев был первой ласточкой. Тоже говорили, не, это никогда не произойдет, эти олигархи, они вечные. Ну почему же вечные? Все было очень красиво, всех предупредили, несколько раз. 1 марта было сказано, все, ребята, срока больше переноситься не будет, давайте уж определяйтесь. Было же время у людей, уехать, поменять свою жизненную позицию, верно? Ну вот, все справедливо. Для России надо, чтобы мы хорошо материально жили, нам нужно поднять уровень культуры, осознания. Иначе мы просто не будем знать, что с этой материальностью мы получим делать. Опыты предыдущих стран исторических говорят, что те государства, которые хорошо материально жили и утопали в Роскоши, они просто разваливались, а народ деградировал. Вот Римская империя, допустим, Греция, да? Америка сейчас ее колбасит не по-детски. Поэтому должен быть обязательно баланс. Будет хорошо развиваться тема самоуправления, к этому все идет. И вот эта боссинская тема, бюджет одного гражданина, да? Вот. Что-то в эту тему. Это, в принципе, ипологично. Вот вчера как раз с Ксенией мы разговаривали. Поделился мыслями, что, скорее всего, это будет, как у каждого человека есть часть в бюджете. Не наличкой будет выдаваться, а вот, например, банковские счеты, и каждый будет знать, что на отдых, здоровье у него столько-то денег, на транспорт у него столько-то денег, на бензин столько-то денег, допустим, да? Как это будет там на ДЖКХ, там еще сколько-то денег. Вот мы к этому идем. И опыт стран маленьких вот этих нефтяносцев показывает, что это все имеет место быть, это все реально. Как только мы сейчас освободимся от всех обязательств кабальных, которые нам были навязаны при развале Союза, вот, а к этому все идет. Вот эти все деньги, которые сейчас, которые мы сейчас поддержим, держим, тут же Америку и весь Западный мир, они внутрь стороны обратятся. Но для этого я хочу повторить еще раз, мы должны сами к этому быть готовы. Беженцы, пожалуйста, пример с Коснодарского края. Беженцы с Донбасса. Жили они там, конечно, слабоватенько. Им стали платить 26 тысяч в месяц. Чем они стали заниматься? Работать не надо. Вот купить. И всякие непотребные дела делать. И народ вот там, в Краснодарский крае, он очень был недоволен. И льготы все там, и детские садики, и все офисы, мы их сдвинули ради этого. Но не дошло до волнений. Для меня сложное время. Это все это время, которое началось после развала Советского Союза. Где-то были пики. Сейчас, естественно, апогей. Самая критическая точка. Сейчас X, можно сказать. Лично я наблюдал за деятельностью Путина Владимира Владимировича с самого начала. Когда Ельцин так получилось, что я видал это новогоднее обращение. Лично мое мнение, так как я политикой интересуюсь с детства, много предсказаний было. К предсказаниям я отношусь как к тем сценариям, которые могут быть. Их много, этих сценариев. И только мы можем выбирать или комбинировать сценарии. Но я лично беру из каждого сценария то, что мне нравится лучше, а то, что мне не нравится, я отбрасываю. И свою мысль я усиливаю. По этому сценарию, которому проходили события, связанные с президентством Путина, мне все, в принципе, было понятно и ясно. По делам судят же. Так вот, самое мощное дело, которое никто отрицает. Ну попробую, пускай отрицает. Крым. Единственный человек, который четко, конкретно, ясно определил свою позицию по Крыму. Что даже мысли не допускаете, что что-то можно изменить. Забудьте, Крым, это Россия. Я 13 лет без выездного проеха прожил в Крыму. Естественно, я знаю, что все хотели, но не хотели быть в России. И он сказал, что, ребят, забудьте, Крым, это Россия. Из всех кандидатов президента на прошедших выборах, только у него была четкая, ясная позиция. Это аргумент очень сильный, мощный. Ну и с экономической точки зрения, я думаю, все люди, которые здравомыслящие, они понимали, что после развала Союза нам была предрешена судьба, просто исчезновение российского даже государства уже дальше. Как план Далеса имеет место быть, что он планомерно выполнялся. Первый этап – развал Союза. Второй этап – ухудшение экономической жизни, внедрение общества культуры. Все это было. И третий этап – расчленение Российской Федерации на отдельные регионы. С эскалацией, так сказать, напряженности между регионами. Кому это выгодно, ну, естественно, понятно, что есть у нас государственная структура, которая в эти игры играется. На Урале уже деньги были напечатаны. Я думаю, что Путин и сам по себе за ним, естественно, стоят определенные силы, которые, может, в эти игры играют, как вот в шахматы. Мы за белых, за черных, мы за белых, мы светлые. Русь – это светлое место, светлое. Хорошо ли это плохо? Ну, с какой точки зрения посмотреть? С точки зрения людской нашей, ну, конечно, мы различаем добро-зло, хорошо-плохо. А с точки зрения развития, скажем, космических моментов, ну, это просто, можно сказать, игра, можно сказать, что эволюционное развитие – один из принципов. Для того, чтобы понять, что происходит на самом деле, надо просто встать с кресла или с дивана, если это действительно интересно, что же происходит, и просто взять, запланировать проехаться по стране или, скажем, по своей провинции, по глубинке, посмотреть на самом деле, как люди живут. В провинции народ веселый, жизнерадостный, нет такого. А вот в Москве, где вроде казалось бы высокий уровень жизни, все такие сумрачные, какие-то тяжелые такие, их надо там растормошить. Подожди, ты говоришь, в провинции, да деревни вымирают, и что, сколько деревень уничтожено, и все планомерно так же и действует. Давайте, вот, я же говорю, смотря с какой точки зрения рассматривать, если вот чисто материально, человеческое, вроде деревни, ну, тогда я напоминаю, что деревня – это атовизм феодального строя. Если деревня умирает, значит, выбивается из-под ног основа феодального строя. Мы-то в феодальном строе живем, до сих пор он праздновал, называется, но это же так. До этого же были поселения, поселения, то, что участвуют. Общины ты имеешь в виду, которых Столыпин там уничтожила? Ну, тогда, если это принятие, как за, это не моя мысль, она мне понравилась, когда я жил в Егоревске, у нас историк был, который все вещи нам рассказывал, такой очень интересный дядька. И когда он мне рассказал, мне сразу все стало ясно. Поэтому возрождение сельских территорий, как сейчас, это одно, а возрождение деревень – это совершенно другое. То есть ты предлагаешь, что народу нужно не деревни возрождать, а создавать, как в древней времене, поселения родовых поместьй? Ну, хочешь, скажу, предлагаешь. А вообще я не предлагаю, я не предлагаю, лично я. И мне эта идея нравится, она мне близка. Кто это услышал, он сам примет решение, да, ну, близка эта идея или близка. Развитие сельских территорий, например, как сейчас вот сформулировано, наиболее близка вот к тому, что кто хочет жить еще в деревне, так ради Бога, там в селе, кто хочет поселения, кто же. В чем вопрос-то? Наиболее близко к поселениям нового типа, белорусы, у них хуторами. Уже загодя, то есть просторы. В Сибири, в деревнях, ну, вот единственное, в одну улицу, ну, просторы такие между домами уже есть расстояние приличное, а туда в глубину, там, в лес уже, ну, гектары, почти 60 соток у бабушки у меня было, помимо всего. Ну, они документально были не зарегистрированы, ну, так и никто и не покушался. Все знали, что вот это хозяйство, например, Короленко, да, вот туда, там, после Косовых, там никто не лез, а вот других, там, другой участок, все нормально было. Поэтому возрождение ревень. И потом все течет, все изменяется, всегда берется лучшее, как говорится, из приобретенного опыта, и на основании, то строится нечто новое, более совершенное. Ну, то, что разваливается деревня, это же по плану Даллеса. Вот. Мы тогда стоим, либо нам надо принять, что Путин помогает, тогда уже России не должно быть. По плану Даллеса уже России в этот момент не должно быть. Вот. И тогда, что тогда за игра такая, что весь мир ополчился, если это колония, то почему с колонией так вот воюют? Уже не по-детски. Что только уже не придумывают. В общем, недавно я в ВКонтакте прочитал мужчина, мужик один, ну, пользователь, скажем, когда, он говорит, ребята, ну, если это колония, так а что проблема-то? Где было видно, что колонии воюют, скажем, там, тем, кому она принадлежит? Что-то не срастается. Знаешь, создают образ врага, якобы мы там воюем со всеми, и народ такой, вау, все поддерживают Путина. Ну, давай тогда апеллировать уже к самому Путину, он никогда образ врага, ни на одном выступлении его, ни наоборот, он, как, западные партнеры, вот, правы, там, неправы, там, там, еще что-то, никогда в его выражениях резких таких оскорбительном тоне ничего не, лично я не слышал даже. Да, мне еще нравится их фраза Путина, Лаврова, он говорит, мы что, колония? Он такой, знаешь, так невинно задает этот фраз, и англичане смотрят с такими ошарашенными глазами, как бы что, не колония, то есть они такими глазами. Мне вот это, знаешь, так вот нравится, вот эта фраза, я не знаю даже, как на нее реагировать. Типа поддерживают олигархов. Ну, да ладно, допустим, он не поддерживал бы олигархов. Ну, все, его убили, смяли. Пришлось лавировать. Это игра, это шахматная игра. Хотите, не шахмат, назовите, как выходит. Знаете, футбол, если это кому-то нравится, хоккей, там, что, баскетбол. Игра, тут есть тактика, стратегия. Противники друг друга стоят. Что основное ценное? Основное то, что мы самосознание получаем. Единство, борьба, противоположность. Кто законы эти диалектические, никто не отменял. И сейчас надо новые развиваться, потом диалектическим законам, соединять противоположности. Что, по-моему, и происходит. Официально никто счета Путина так и не нашел. Много говорят, если бы нашли счета Путина, то такой бы вы был. Реально. Счетов Путина нет. Так сильно замаскировал. У нас такие мощные хакеры, что никто прям даже поломать ничего не может, вообще даже на свет не может выйти. Он простой, обычный человек. Тем, кто хочет по какой-то причине говорить плохо про Путина, им объяснять это бесполезно. Потому что по моему мнению, это люди, не реализовавшие себя, им обязательно нужен какой-то пример, чтобы на нем свою досаду подсознательно, скорее всего, вымести. А у политиков у них свой интерес. Тут по шерстиц ты хороший, против шерстиц ты плохой. а у других каких-то политиков вслепую ли или явно, они просто проплачены. Наши вот это, богемы наши, да, многие же, они просто тот же Макаревич, да, и им подобные. Это ребята, которые, они талантливые, но они эгоцентрики. Поэтому, наверное, стоит все свои гордыни усмирить. Ну, во-первых, надо признать для начала и понять, что мы граждане великой страны и реально весь мир на нас смотрит. На внешних то они одно говорят, подчиняются, скажем, определенным каким-то силам и договоренностям, а за кулисом совсем другое. И с одной стороны формируется образ такого врага для всего мира России, а с другой стороны если вот прессу-то почитать, полистать, она разродлена, но найти при желании можно. Простые, обычные люди выступают последний раз в Германии. Журналист написал, что Германия неблагодарна, что мне стыдно за свою страну, англичане то же самое, пишут простые люди, пишут, это есть, это тоже есть, скажем так, это тоже есть. Поэтому я считаю, что все идет нормально. Вопрос с наименьшими потерями войти в светлое будущее, а то, что оно будет, это неизбежно. Я даю поместье Мирян, это неизбежное будущее. Я не поддержать решил Путина, а я с ним в одной команде. Все, что он делает, мне понятно. И я вижу, что страна поднимается и стоит ямы, в которую мы были вернуты даже еще до развала Советского Союза. Я же не дурак, я тоже видел, что творилось в 80-х годах. Все гнило, пахло уже и воняло. Все, что произошло, все закономерно. И час действительно обновлены России. Многие предсказатели оказались правы. Все идет по плану. А Путин-то здесь при чем? А потому что он путь. Путин при том, что надо же понять одну вещь, что такие исторические лидеры личности в истории планеты они ведутся с измельства, с детства. Их готовят. Гитлера готовили, Сталина готовили, Ленина готовили, Путина готовили. Путина вот этого уровня. Так кто его готовил? Ну, определенные есть и структуру, силы, государственные, назовем их. Они есть. Жрецы, что ли? Ну, давай, пускай вот. Какие-нибудь русские? Да. С нашей стороны это очевидно волхвы разных уровней. С той стороны жрецы. И что будет? Все будет хорошо. Пришло время хороших перемен. Что, пока не видно вообще? Не видно. Нет войны. Нет войны. Нет разгула преступности. То, что было в 90-х годах наведен, порядок. Сильный лидер, сильное государство. И сейчас при... Смотрите, вот при том, что до этого времени, до 1 марта, скажем, когда официально было объявлено, что все, ребята, мы независимы абсолютно, мы вас не боимся, вы нас бойтесь, если не хотите уважать и дружить с нами. Основные силы были брошены, скажем, правительству Путина на внешнюю политику. В внешней политике я считаю, что 1 марта была поставлена точка, сказано, что мы сильное государство, мы вернулись как минимум на рубеж того сильного военного монолита Советского Союза. А теперь занимаются внутренним. И при этом внутренней страны мы смогли удержаться на плаву. А бывало такой инфляции не было, как предсказывал, когда санкции ввели. Даже совсем наоборот, эти санкции обратились на благо нам, стало развиваться отечественное предпринимательство. Те, кому надо, тот видит. А тот, кто как потребитель паразит, он всегда ныл, ноет и будет ныть. И как конкретно ты решил поддержать Путина? Ну, я же бард, я себя позиционирую бардом солнечным. Барды – это общественно активные люди, социально активные. Я вижу в этом свое предназначение. Когда наступила предвыборная пора, моя совесть сказала, что, Серега, тебе надо ехать на Дальний Восток, пропивать пространство с друзьями, создавать образ сильного президента и образ сильного народа. Образ президента, который способен решить социальные задачи внутри страны, и тот народ, который способен эти задачи воплотить в жизнь, что имеет тоже место быть. И, на мой взгляд, такое время настало, и оно сейчас уже материализуется, осуществляется. Мы живем в очень интересное, хоть и сложное время, мы творим реальную историю. И каждый голос человека, любого, при его желании, имеет место быть, имеет силу. Не верьте, возьмите и проверьте. Мы с друзьями, с караваном, любви солнечных бардов, ездили и ездим до сих пор, мы после выборов не остановились, компания не закончилась. по городам, селам, школам, детским домам, коррекционным школам, по сельским клубам, что для нас это важно. И мало того, что мы пели, бардовский жанр, это песеный разговорный, мы беседовали с людьми. И беседовали так, что им было интересно после концертов остаться и с нами еще порешать какие-то вопросы, скажем, где-то тет на тет, а где-то и на камеру. С нами же камера ездит. Немного взят интервью на эту тему. И видно, что люди-то говорят от чистого сердца незавученный текст. Вот оно, в настоящее где. Начиная с 10 февраля, именно в Приморском крае, у нас было более 60 выступлений. Уже несколько тысяч людей реально услышали наши голоса, наши мнения, наши песни. Вот чувство внутреннего, совесть. Есть у русских, по крайней мере, есть понятие совести. Вот совесть не даст ни спать, ничего делать, пока ты не сделаешь то, к чему ты призван. Мы поем светлые, позитивные песни, причем осмысленно. Я-то пришел тоже с того классического движения с 81-го года, как геолог, мне было интересно гитара и бардовское движение. И я пел многие песни. И от многих песен мне пришлось просто отказаться. Куджава, Высоцкий, это настоящие барды. Они дети своей эпохи, своего времени. Сейчас бы их поместить в это время, они бы были бы по-другому, и другие песни бы сочиняли. Ну как они настоящие барды, если не пели об алкоголе, о всякой чуши, понимаешь? Засирали мост. Тот же Высоцкий, он участвовал, позвали Советского Союза. А кто, а кто что слышит? Кто что слышит? Времена такие были. Время были такие, критичные. Была его личная позиция, каждую чиновника, и то, что он должен делать. Это две большие радиства. Я говорю, что как творческий человек, да, он был интересной личностью, я говорю, как бард, он не был бардом. Потому что ты же сам сказал, бард, он был бардом. который несет ответственность за его музыку, он несет только светлые образы. То, что он делал, он меняет реальность, а не просто, как Чукча, о чем вижу, о том пою, понимаешь? Он меняет, он если видит алкоголизм вокруг, и нация вымирает, понимаешь? Он должен спеть песню про трезвую, создать образ трезвого человека, здоровый образ жизни ведущего, понимаешь? А он подпитывал этот образ. Сколько у него песен военных? Все были уверены, что он воевал, а он просто не мог воевать, потому что по годам не выходил. Откуда у него это? Опять же, смотри, это ты считаешь патриотизм. Патриотизм, да, считаю. И чем больше ты его в войне поешь, тем ты подпитываешь этот Эйгрегор. А вот тут-то, а вот тут-то, а вот тут-то, надо по лезвию биритвы пройти. Вот именно. Понимаешь? Поэтому нужно победить. И ему удалось это сделать. Ему это удалось. Владимиру Семеновичу Высоцкому, да. Я тебе могу сказать, Высоцкий, Акуджава, миром вообще-то властвуют. Ни президенты, ни секретари коммунистических партий. Это так. Часть айсберга. И вот какие мы рамки обозначили, вот в таких они и действуют. Тот же Брежнев, он в жизни тоже Акуджавы сыграл положительную роль. Ему просто понравились песни того же Акуджавы. Не было бы Высоцкого, Вилбора, Акуджавы, не было бы солнечных бардов. Я тебя уверяю. Они в трансформированную держали эту идею. Этот образ тех далеких бардов кельтских. Передается это все. Это все передается. Думаешь? Конечно. Что тут думать? Это мне настолько очевидно, как то, что мы дышим в воздухе. То есть они были неосознанные барды, а уже солнечные барды стали осознанные? Мало того, Акуджава очень обижался, когда его бардом называли. Финодом из парижских концертов сказал, что это выдумка комсомола. Что бард это... Я не бард, говорила Акуджава. Ну, по сути-то это не меняет. А кто? Всполнитель своих песен. Я поэт, поющий поэт. Вот так он себя позиционировал. Вот это вот так он и есть. Пенсионер, он оплачивает коммунальные услуги и хлебушек. Понимаешь? И больше ему жить не на что. Что ты на это скажешь? В Свейцарии, которая нашими ресурсами торгует, она их перепродает. Там пенсионер живет, позволяет себе путешествовать и кушать, что он хочет, и даже не обращает внимания, что ему нужно там заплатить, платить. А наши, вот, ты говоришь, наши ситуации. давай так. Они продали с будущей страны. Возьми дети войны. Они нищие. Почему нищие? Нищие духом можно быть только. Да как нищие? Они отстояли родину. Они получают гроши просто. Вся темная масса ополчилась против России, не сломала ее, не согнула. Давайте для начала хотя бы спасибо скажем, что у нас нет войны и никто не вламывается в наши квартиры, не насилует наших... Я тебе так скажу. ...женщин, понимаешь? А это могло быть. И это было запланировано. Ты знаешь, что оно не могло бы быть. Потому что, значит, будет партизанская война. Ну и вот, мы не воюем. Американцы, я тебе рассказываю, в Ирак зашли и словили сейчас партизанскую войну, и они там взрываются на каждом углу. И они понимают, если они зайдут на такую территорию, как Россия, то есть зайдут насильно, то они за тысячу лет отсюда, понимаешь, не вылезут. Но американцы сами не зайдут. Они чужины руками это хотят сделать. Поэтому еще раз тебе говорю, тут будет такая партизанская война, которая никому не снилась, которую никто никогда не победил. И все знают... Но страдать-то будут дети, женщины. Послушай, еще раз. И все знают, сейчас никто не зайдет. Территории совсем другие, тут люди в леса уйдут, и ты никогда их оттуда поняш не достанешь. Это первое. Второе. Партизанская война, которая здесь начнется, им просто даже и не снилась. Это временное явление. Самое главное, что не произошло развала России, и не было войны, и мы можем спокойно ходить по улицам. У нас сильная внутренняя власть. А было вообще-то не так. Если вы помните, 90-е годы, начало 2000-х годов. Правильно? Путин гениальный правитель. Сам ли он такой, или ему подсказали, но это тоже надо еще... Ну, подсказали, это еще надо сделать. Он смог словировать вот в этих все подводные камни обойти и сделал то, что он сделал. Сейчас можно... Все говорят, что Россия сильна. При всем том, что внутри у нас не все благополучно. Какая страна так может себя вести? Ни одна страна мира при внутреннем неблагополучии сильно не может быть дешевой. А Россия может. Не все так плохо. Не надо сидеть на жопе, надо двигаться и самим им быть самодостаточным. Сильный ищет возможности, слабый ищет причины. Ищешь причины, ты слаб. Все. Знаешь, мне понравилось Путин, я вот анализировал, и он ни разу не выходил из себя, то есть он ни разу голос не повысил. Ну, были у него моменты, там жилваки бегали, и он остро отвечал, но чтобы на крик... Нет, он ни разу не вышел из себя, голос не повысил, ни раздражения, нигде не было. Он единственный раз, когда за границей он дверью хлопнул, вышел в заседание. Да. Это единственный раз. Причем это... Он спокойно встал. Причем это когда это было. Все это махнули. Это в Мюнхене было. Когда он... В 2006 или 2007 году. Когда еще, как говорится, Путина так особо-то в сурезе не воспринимали. И он тогда себе позволял это сделать уже. Он не испугливый. Это сильный лидер. И все, буквально, даже наши украинские друзья говорят, вот нам вот такого президента. После того, как такое доверие от народа ему оказано, все-таки мы оказали ему доверие. Хотя в массах у нас разные мнения. Но вот сейчас вот аресты братьев Магомедовых. Все очень закономерная причина, следственная связь работает. Наша задача, как и народа, повышать свою сознательность, культуру, сознательность, культуру общения. Вот что надо сейчас делать. Детей воспитывать. Будущее наше. Правильное воспитывать. Опять образование уничтожается на форме государства. Такое образование, которое, если его и надо было бы уничтожить. Мы создаем новую современную Россию. Сильную, мощную державу, которая не отгораживается от мира, адаптирована к реальности, действительности планетарной. Да, взялась на Союзе Россия тяжелую, нелегкую миссию. Сама еще, как говорится, до конца в порядок внутренне не вела. Она уже весь мир спасает. Это мое мнение. Ну, Россия сейчас, правитель мира, ну, что непонятного-то? Сейчас, что Путин скажет, то и будет, блин. Он сказал, ребята, Сирию забудьте, Крым забудьте. Будете бомбардировать Дамаск, мы ваши корабли потопим. Вот что Лавров сказал американцам. Хотите? Давайте. Когда придут времена, когда будет у нас в правительстве народная партия, какая-нибудь, допустим, ну, вот родная партия, я знаю, она очень, народная партия. Когда в правительстве будет какая-нибудь народная партия. Когда люди сами в это поверят, по-настоящему, кто действительно интересуется будущим России, реально, послушайте обращение к Федеральному собранию 1 марта, там вся программа, что предсказание, там программа, реальная программа воплощения. И она воплощается. Было поручение правительству Дмитрию Медведеву разработать меры, ряд мер до 28 февраля, до 28 марта. Есть. Есть результат. Разрешено строить жилые дома на землях, сельхозназначения, если там люди живут. Воплощается, воплощается. Арестовали вот этих двух братьев, которые, вот ваш, тут, как говорят, город, да, держат, там уголь, все такое прочее, это их епархия, казалось бы, вечные, да? Арестовали. Пошла тенденция такая мощная. То есть через Улюкаю предупредили ребята, что не шутки. 1 марта было сказано, сроки больше не будут переноситься, не будут, все, конец текста. То есть уголь из находки не убрали? А вы что хотите, чтобы сразу, вы же не забывайте, что тут интерес страны, не просто так же тут уголь. Да, накосячили, действительно, а что теперь делать? А где раньше были? Почему пикеты не выставляли? Кому это, значит, вот ходят, только ворчат? Какие пикеты, бунты такие были? Тысяча народов выходили, ролики там, с миллионными просмотрами в Ютубе. Сильно очень у вас, в Приморье, пятая колонна, что тут говорить-то? Очень сильная. То есть ты считаешь, что сейчас братьев эти арестовали и скоро уголь уберут, да, находки? Вот народ проявляет активность уже там несколько лет, ходит на пикеты. По сути, вчера буквально вижу опять выступление где-то в СМИ, что оказывается все хорошо во Врангеле, оказывается море чистое, опять ничего не превышает. Вот это ложь наглая чиновникам. Она уже откровенно надоела. А все почему? Потому что, если чтобы что-то поменялось, должно быть реальное народовластие. Ну, кстати, президент об этом тоже говорил. Он говорил, земство делайте, делайте тосы, территорию общественного самоуправления. Вот во двор вышли, да, плохо во дворе. Что надо сделать? Озеленеть. Вышли, собрались всем двором, взяли детей своих. Вот когда он дерево ребенок посадит, он же никогда не сломает ветку. Вот это реально народовластие. Не ждут люди манны небесные. Вся проблема, это власть, которую мы выбираем, за которую голосуем. Сколько мы видели людей за бабки, которые голосовали? Ну, кстати, да. Что в твоем понятии народовластие? Вот собрался, пятиэтажка, и сказали, вот мы переходим на такую-такую форму. Сами будем подъезды белить, сами будем платить. Зачем? Ну, то есть сотни тысяч платить. Вот мы сами вот наймем людей по объявлению, они нам там за 20 тысяч побелят, раз в год, покрасят все. Все. Ну, правильно. Этим людям заплатят. То есть это, как называется? ТОС. ТОС, да? Ну, даже, да это тоже ТСЖ. Я знаю такое ТСЖ в Владивостоке, где человек за несколько лет, они полностью, отремонтировали полностью дом. Все сделали. Практически они уже готовы ставить медные трубы. Когда есть человек ответственный хотя бы за один дом, потом собираются вот эти люди у каждого дома и свою ответственность. Собрались они, человек 20. Выбрали. Выбрали там. Самого достойного. Ответственного, который будет уже двигать тему. То есть это уже микрорайон. Представляешь, что это самого достойного выбрали. Опять же, народ должен выбрать. Не они сами, они сами не смогут. Собрался народ, выбрал из этих 20 самого достойного. Вот это и есть депутат. Вот он должен идти туда во власть и уже двигать права народа. Должно быть прозрачным, правильно? Мы-то не знаем, какие-то там законы за уголь там голосуют или против угля. То есть это должно прозрачным, народ должен эту тему видеть. И мы должны видеть, за какие законы голосует наш депутат. Если он, не дай бог, проголосовал, не за то, за что надо, сразу его отозвали в этот же день. Да я считаю, штрафы должны быть какие-то еще. Прямо вот они делают предварительное голосование. Вот он закон, в газете напечатали, подписали. Иванов, Петров, Сидоров проголосовал за этот закон. Вот люди что, видели бы. Идея. Должно быть предварительное голосование, которое печатается в газетах, конечно. В СМИ, допустим, везде там, либо на сайте публикуется. Допустим, открыть новый пирс для угля, открытая перевалка. За проголосовали какие-то, такие-то, такие-то депутаты, включая нашего депутата, нашего микрорайона, за которого мы голосовали. Проголосовал за. После предварительного голосования ты не имеешь права изменить свой голос. Им удается народу две недели, чтобы отозвать этого депутата. За каждым депутатом народ 51%. Ставят галочку на отозвать депутата. Все, поставили галочки. Все, он автоматически отозвался. Все, выбрали нового депутата. И смотрим, за что же он будет там голосовать. То есть, тогда это будет работать, да? Вот тогда будет нормальный закон. Должен быть рычаг отзыва депутатов. Реально. Я согласен за такой рычаг.